Всем привет, друзья! Сегодня вместе с вами мы будем готовить очень хорошее, сильное средство от выпадения волос. Если вы страдаете такой проблемой, то я советую обратить ваше внимание именно на это домашнее средство, которое легко и просто готовится из простых трех компонентов. Рецептом этой масочки со мной поделилась одна моя очень хорошая знакомая, которая, к сожалению, очень долгое время потратила на борьбу с выпадением волос. Когда она все-таки сумела остановить это сильное выпадение, то столкнулась уже с другой проблемой. Волосы утратили объем, волосы стали очень тонкие, редкие, помимо этого они еще и секлись и ломались. В отчаянии она перепробовала на огромное количество разных домашних средств, но в итоге оставила свой выбор именно на вот этом вот средстве. Она поделилась им со мной, а я делюсь с вами. Надеюсь, что кому-то оно поможет. Итак, что же нам нужно для приготовления этого домашнего средства? Как я уже и говорила, компоненты очень простые. Нам нужна будет сухая горчица, обычный горчичный порошок, очень крепко заваренный черный чай, то есть такая прям заварка крепенькая, и один желток. И давайте сразу приступим уже к приготовлению. Итак, первым делом мы отправляем в мисочку для приготовления нашей маски крепко заваренную чайную заварку, где-то 3 столовые ложки. Теперь мы сюда отправляем 1 столовую ложку сухого горчичного порошка и смешиваем. После того, как хорошо перемешали, добавляем 1 желток. И снова хорошо все перемешиваем. Вот, казалось бы, 3 простых таких компонентов, и в чем же их польза для волос, и почему они такие эффективные. Как оказалось, все очень просто. Горчица, помимо того, что очень хорошо снижает жирность волос и кожи головы, очищает закупоренные поры и избыток сибума, она еще также выступает очень мощным стимулятором роста волос. Именно горчица способна воздействовать на рецепторы волосяных фолликулах, пробуждать интенсивный рост. Мало того, что горчица пробуждает волосяные луковицы, то активные ее компоненты в ее составе оказывают благоприятное воздействие на внешний вид волос, улучшая их состояние. По итогу, после применения масок на основе горчичного порошка, вы получаете блестящие, густые, шелковистые волосы, напитанные всеми полезными компонентами, которые им так нужны. Желток, как я уже говорила много раз, он выступает очень мощным таким концентратом витамином А и Е, это витамины красоты, которые важно не только наносить снаружи, но также принимать еще регулярно и внутрь. Но тут уже вы должны советоваться со своим лечащим врачом, потому что тут уже нужно знать, можно ли вам их принимать или нет. Но вообще эти витамины очень благотворно влияют не только на состояние наших волос, ногтей, но также на состояние нашей кожи и так далее. Что касается черного крепкого чая, то есть вот этой заварки, почему она здесь нужна и что же она делает такого полезного для наших волос? Дело в том, что в составе чая присутствует огромнейшее количество витаминов, минералов и, что самое главное, дубильных веществ. Отвар чая не только воздействует на кожу головы и волосяные луковицы, он еще и очень хорошо способен ускорять рост волос, устранять жирный блеск и перхоть. И регулярное использование любых домашних средств, в состав которых входит чай, позволяет активизировать рост волос и вернуть вашим волосам здоровье и красивый внешний вид. Что касается применения. После того, как вы хорошо перемешали эту масочку, перемешать ее нужно очень тщательно, чтобы не было никаких комочков. Наносить очень легко и просто. Оно жидковатое, но ничего страшного, думаю, вы с этим справитесь. Вы наносите средство только вот сюда, на волосяные луковицы, то есть в корни волос, втирая массажными легкими движениями. Если у вас осталось еще вот это средство, вы можете протянуть легонечко по всем волосам. После чего самое главное, вы должны создать на голове теплый эффект. Для этого вы берете сначала волосы укутываете, либо в пищевую вот эту полиэтиленовую пленку. Это очень легко, потому что она очень тонкая и так склеивается хорошо. Если же у вас ее нет, можете просто на голову одеть любой пакет и сверху одеть либо шапку, либо укутать шарфом, либо полотенце. И оставляете это средство работать на ваших волосах на протяжении где-то полчаса. Через полчаса вы это средство смываете с использованием своих любимых домашних уходовых средств. И такое средство я рекомендую делать где-то 2 раза в неделю, но не меньше месяца. То есть не нужно ждать, что вы сделали раз-два, и уже все, у вас на голове вот такая копна львиная, и все хорошо, такого не бывает. У моей подруги она заметила именно уже хороший стойкий эффект где-то через полтора месяца применения. То есть волосы действительно оживили, стали блестящие, не так стали ломаться, сектись. И в тех местах, где были вот эти вот, ну не то чтобы как залысины, но где вот виднелось уже, что волосы были более редкие, стал появляться вот такие коротенькие маленькие волосики, то есть вот этот пушок, то есть пробуждаться стали уже заснувшие эти волосяные локолицы. Поэтому я советую всем, у кого есть такие проблемы, попробовать это средство. Надеюсь, что оно вам поможет. Вы также оставляйте в комментариях обязательно рецепты своих любимых уходовых средств за кожей головы, за волосами, за лицом, любые, какие вам нравятся. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Будьте здоровы и увидимся в новых видео. Всем пока!